Девочки, привет! Проснулась, только немножечко привела себя в порядок и сразу взяла камеру снимать новый влог. Кстати, кто-то считает, что патчи это бесполезный продукт, но я вот дважды провела эксперимент, наклеивала патчи на свою ногу, ну вот именно на ляшечку, да, вот эту вот, держала, потом снимаю, и вот реально виден результат, что нога намного, в том месте там у меня был патч, напитанная, увлажненная, она и по цвету, и по текстуре, и по всему очень отличается, поэтому они точно питают и увлажняют кожу под глазами. По поводу отечности я не могу сказать, возможно, не все просто патчи помогают от отечности, но то, что они увлажняют и питают, это 100%. Ну и плюс еще, ну не знаю, они дают мне какой-то ритуал, вот я просыпаюсь, я наклеиваю, я потом перед зеркалом дольше нахожусь, а это очень помогает, если честно, поднять ее настроение, сомливости убрать и так далее. Вообще, кстати, ученые доказали, то, что чем больше женщина проводит перед зеркалом, тем она становится шикарнее, увереннее в себе, то есть когда ты улыбаешься сама себе в зеркале, что может вообще быть прекрасно. Но влог не об этом. Влог о моей классной привычке, которая появилась у меня летом, летом, благодаря моей маме, большое ей за это спасибо, она начала раньше более узнавать про витамины, про пользу там воды, смотреть всякие ролики вот вместе с моей сестрой. И она мне говорит, Аня, вот начинай свой день с горячей воды, вот пей горячую воду, да. Я говорю, фу, я не хочу. Вот у меня сразу такое было отторжение, если честно, и даже не никак. Как-то у меня сразу такой блок стоял. Нет, и всё. Я не понимала, я даже не хотела разбираться, почему, но потом как-то в один период мама опять заговорила на эту тему, ну такой, знаете, без давления, без ничего. И я такая думаю, А хочу? А почему нет, типа? А потом я поняла, почему я, у меня такой блок был в детстве, когда мне давали кипяченую воду, вот именно кипяченую воду, знаете, если вдруг там ещё был налёт, это ужасный вкус, вот кто пробовал, тот понимает. И у меня, видимо, сразу ассоциация того вкуса из детства. Но сейчас, конечно же, во-первых, у меня нет налёта, во-вторых, нельзя ни в коем случае пить кипяченую воду, потому что она, ну не то, что ни в коем случае, ну просто кипяченая вода, я прям так это сказала, в ней уже нет никаких полезных свойств. То есть она, как бы, можно сказать, мёртвая. Всё там убито, 100 градусов, закипело, пожалуйста, да? У меня есть специальное приложение, у меня есть чайник, который подключается по Bluetooth, и здесь, видите, я выставила вообще 55 градусов, но он, видимо, только включился, подогревает. Я ещё в кровати, когда просыпаюсь, я захожу в это приложение, вот он мой чайник, стоит, Sky Stell, кажется. Я к нему подсо... Вот, 55 градусов. Вот, поддерживая температуру эту, которую я выставляю. 55 градусов, мне прям очень нравится эта температура, она именно не горячая для меня, и вот приятная. Мама моя, кажется, пьёт 60 с чем-то, если я не ошибаюсь, то есть она погорячей. Вот для меня вот именно 55 градусов. И это безумно удобно, чайников таких огромное количество, которые именно подключаются по Bluetooth, которые выстраивают определённую температуру, подогревают, которые её поддерживают. Сейчас это уже очень актуально, потому что много кто об этом уже говорит, знает, употребляет. Также, если вдруг там кто-то в гости приходит, чай нужно сделать, но, допустим, они же не сразу чай пьют, а я сразу ставлю на 100 градусов, то есть я закипятила, и она поддерживает 100 градусов. И в любой момент, когда человек скажет, я хочу чай, я коп и наливаю ему чай. То есть удобно. Но чаще всего, конечно, он используется на 55 градусов, потому что у мужа есть кофемашина, раньше он пользовался чайником, это было неудобно, потому что там вода уже закипячённая, а мне нужна вода ещё не кипячённая. А когда у вас с мужем теперь не пересекаются, эти сплошные, это очень удобно. Так вот, учёные доказали, и я считаю, что так и есть. Есть. Плюс я уже с лета, получается, где-то около 10 месяцев, я уже пью горячую воду сразу после пробуждения. Иногда я могу добавить, вначале особенно, я часто добавляла немножечко сока лимона, но это как бы вообще для меня не принципиально. Вот стаканчик, иногда бывает два. И вот что я делаю, я всегда пью вот так вот, стоя, видите, я делаю всегда, почему-то я всегда делаю первый глоток, когда только налила, и потом вот так вот вместе с этим стаканом перехожу сюда на диван. Почему? Ну, первый глоток я делаю, не знаю, это, знаете, как проба, всегда снимаю пробу и иду дальше. А на самом деле воду лучше пить сидя. Я это неоднократно слышала, плюс ещё смотрела огромное количество роликов, потому что сидя все органы и желудок находятся в более спокойном состоянии, чем когда стоят. Всё очень просто. Когда мы пьём воду сидя, вода задерживается в желудке, очищает, там убирает всякие микробы, это намного полезнее, чем когда мы пьём стоя, потому что когда мы пьём именно стоя воду, она быстро проходит через желудок, сразу перетекает в кишечник. И она, получается, не успевает вообще там какую-то роль сыграть, просто сразу в кишечник. Поэтому нужно пить маленькими глоточками сидя. Что я всегда и делаю. Но почему-то всегда вот этот один глоток, когда только налью воду, я всегда его выпиваю, и иду потом уже сюда садиться, начинаю домотить в телефоне, что-то там смотреть, отвечать и пить воду. Это уже все знают в моих соцсетях. Они мне всегда пишут, как всегда с водой по утрам, как всегда Аня пьёт воду. То есть я горячую воду могу и среди дня выпить, и вечером могу выпить. И знаете, на эту привычку я ещё подсадила своего мужа, и он мне говорит, блин, вот реально, ты когда вот, говорит, пьёшь воду горячую, вот так вот прям тёпленько так всё проходит вот здесь, и говорит, у меня такие ощущения сразу приятные. А многие почему-то считают, что это всё бесполезно, потому что какие-то доктора говорят, что это типа нерабочая ерунда, что это типа не доказано, там ещё. Ну, знаете, с докторами я могу вот сказать такую вот вещь. Много таких просто ситуаций есть. Вот кто-то зубы утром чистит, когда только проснётся, почистит зубы, да, вычистит вот этот вот весь, все микробы, которые за ночь, ну, это вот неприятно всё равно вот на утро. А кто-то там может пополоскать и почистит зубы уже после приёма пищи. Вот у меня муж, например, он чистит зубы после приёма пищи, а я чищу зубы, как только просыпаюсь. Вот я иду, умываюсь, чищу зубы, кстати, можно уже снять, чищу зубы, надеваю там свои патчи, там кремами мажешь, ещё что-то. И я у него как-то спросила, говорю, блин, а почему ты типа так делаешь? А он говорит, вообще-то все доктора говорят, что вот нужно чистить после приёма пищи. Я говорю, капец. Вот я с детства знаю, я там смотрела тоже всякие интересные, ну, познавательные ролики, мы с сестрой любили такое делать. И там говорилось даже, рассказывать, как правильно чистить, что нужно вот так вот сверху вычищать, как бы щёткой, а не вот так вот, потому что ты так микробы типа все разыдываешь. Ну, в общем, и то, что говорили, что как раз-таки после сна нужно. Поэтому тут получается, знаете, такая история, вот есть информация, а то, что для тебя близко, вот ты сам такой сел, подумал, в твоей голове есть какое-то же мышление, к чему вот твой мозг придёт, к чему, что ему ближе, к твоему мозгу, то ты и на себя берёшь. Так вот, допустим, у нас такие были случаи, знаете, доктор говорит, да не надо типа кариес лечить, пока ещё рано, а потом там ещё уже другой зуб, ну, естественно, там заражается им, и там уже тебе нужно два зуба лечить, либо этот же зуб начинает там осколки какие-то, а какой-то доктор скажет, вот там точечка, надо типа сразу вылечить. И никто же не скажет, что этот стоматолог плохой или этот стоматолог плохой. Они оба хорошие, но у каждого своё мышление, каждый верит там в своё, почему-то этот верит от чистого сердца, считает, что не нужно пока лечить, а кто-то скажет вам сразу лечите. Также и с водой. Кто-то говорит, что это не полезно, я лично, с которой информации ознакомливалась, там какие-то даже там люди, какие-то там нутрициологи, они вот говорят, пейте, тоже очень важно, что не сразу ты идёшь есть. 15 минут, да, выжидаем. Обязательно. Я как раз этот момент иду делаю зарядку, то есть я вот выпиваю воду, потом немножечко разминаюсь, ну такая, знаете, у меня зарядка лайтовая, как в школах, там в садиках, чисто шею разминаю, там плечи, спину, бачка, руки, ноги, и в конце всегда там планочку, я всегда приседаю, либо выпрыгивания делаю какие-то, да, там, и планка. Всё, вот минутная планка у меня и зарядки конец. Но это занимает реально где-то у меня 8 минут, плюс-минус, вот я сколько снимаю себя, ну как я делаю зарядку для соцсетей, для сторис, и как бы выходит плюс-минус 8-9 минут, иногда 7. И это круто. Вот я люблю наполнять свою жизнь какими-то крутыми, полезными привычками. Летом я начала, когда я сменила питание, почистила свой рацион, убрала вот эти всякие вредные продукты, боролась со своей зависимостью сахарной, поговорила себе честно, у меня есть муж, у нас уже новая семья, то есть это отдельная семья, это не та семья, когда я жила там со своими родителями, да, у него уже не та семья, когда он жил со своими родителями. У нас уже новая ячейка общества. И я думаю, я хочу, чтобы у нас не было этих вредных продуктов, потому что, если у нас, допустим, когда появится ребёнок, он будет то, что видит, то, что мы едим, то, что мы делаем, то и он будет делать, для него это будет нормой. А я хочу, чтобы для моего ребёнка была норма, то, что у нас нет каких-то вредных продуктов у нас там нет везде на каждый прием пищи куча углеводов хлеба чипсы там какие-то торты мороженое вот я не хочу я хочу чтобы мой ребенок делал вместе со мной зарядку я хочу чтобы он вместе со мной пил горяченькую водичку по утрам я хочу там чтобы он там сами ходил в теннис играть сейчас потеплело сейчас будем зачем снова ходить с мужем играть в теннис а это же все в наших руках и поэтому это нужно делать заранее чтобы уже у вас была в семье это привычка поэтому я уже с лета начала водить потихоньку заряд куда было сначала сложно я делилась соцсетях чтобы я не могла пропустить вызов на публику кинула как бы и тут уже не дашь заднюю чтобы подтверждать что я делала зарядку я начала там выкладывать эти видео что я вот делаю зарядку а сейчас это уже конечно тоже привычка выработана все есть работает также и с водой сначала я такая ага нужно не забыть воду попить так вода 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 а потом уже все ты уже знаешь я просыпаюсь открываю глаза захожу в телефон выставляю 55 градусов стою и начинаю ее пить поэтому если вы пьете кофе или чай может быть после этого ролика вы так загоритесь как я вот какие-то ролики смотрю и что-то кто-то расскажет и вот мне что-то близко я такая думаю блин я тоже это хочу мне тоже это надо в мою жизнь я это беру естественно хорошие только стараюсь здесь выбрать плохое но плохое не надо я вот слышала и я в это верю что чистая вот вода без чего-либо это самополезно и именно это прям очищает прям организм наполняет ну что вода это жизнь кто бы что не говорил но вода это жизнь вы с этим не поспорите потому что многие особенно с возрастом они начинают меньше пить воды вот моя бабушка допустим она вообще воду не пьет я и грубо попей воды она говорит а зачем мне есть чай ну чай это чай а нужна чистая вода и вот если вы зайдете к моей бабушке в гости в этом воду просто не найдете у нее либо чай либо компот то и все вот у нее нет просто воды может быть сейчас конечно появилось потому что мама часто у нее сейчас бывает и может она и конечно уже говорит давай воду нужно воду пить в чем еще есть такая загвоздка это то что кто-то скажет я не могу там насильно там себя заставлять пить воду это и нормально потому что это дело привычки чем меньше вы начнете пить воду тем меньше вам будет ее хотеться пить это все же мозг а мозг допустим вот у меня привыкает пить воду и он у меня уже именно просит воду а если бы допустим я там пила чай то естественно мозг бы у меня просил чай потому что он бы он привыкает к чаю и просит чай а так как мой мозг не привык к чаю и при каждой возможности он именно просит воду это все дело привычки я надеюсь что вам этот ролик понравился возможно был чем-то и полезен возможно что-то подчеркнули для себя либо просто мы с вами круто пообщались в этот момент что-то делали там чистили картошку и еще что-то хорошего всем дня желаю я побежала его монтировать чтобы сразу с вами поделиться им и заниматься своими делами а в комментарии если вам не сложно напишите кто пьет горячую воду кого это уже ритуал а кто задумался и решил ввести этот новый ритуал свою жизнь большое всем спасибо за просмотр пока пока